Сантропе, там вот это вот. Так они и вот работают, существуют. Возможно, внести что-то новое. Вот как вообще, какие вообще будут, я не знаю, рекламные кампании проводить? Что вообще будет-то на этом проекте? Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну вот и закрылся очередной сервер в GTA Samp. Да не просто в GTA Samp, а в GTA Samp на Android. И это на самом деле достаточно плохо. И даже не потому, что вот сервер открылся, там люди вроде как доверились, люди вроде как зашли и начали играть. Возможно, кто-то из них даже задонатил. То есть много всяких разнообразных потерь от людей было. Но даже не поэтому это плохо, а немного по другим причинам, которые я сейчас вам и поведаю. GTA Samp на Android, он существует уже не то чтобы много времени, но достаточно неплохо. И уже нашлись такие, знаете, свои мастодонты. Все это и сферы по типу там Сантропе, там вот это вот, а все-все-все прочее. Уже появляются и КРМП проекты. И вообще сфера, она разрастается вглубь, вдали. И в скором времени мы сможем увидеть новые вообще вещи в этом самом мобильном GTA Samp на Android. И на все вот это вот, знаете ли, прочее. Но как открылись все эти сервера, вот которые сейчас существуют, которые сейчас работают и с которыми сейчас вроде как все, ну знаете, более или менее нормально. Так они и вот работают, существуют. Но вот новые проекты-то не появляются. В этом вся проблема. То есть, понимаете, вот сейчас есть определенный такой пласт вот этих вот всех серверов. И Сантропе из всех них занимает вот такое, знаете ли, самое первое лидирующее место. И дело в том, что, ну по сути, это монополия. Когда у одного проекта, ну практически онлайн всех остальных проектов вместе взятых. И вот тут, ну как-то не особо, конечно, уже и хорошо все это получается. И проекты, которые стараются открыться, которые стараются, возможно, внести что-то новое. Вот стараются что-то, я не знаю, там сделать и вот все-все-все прочее. Они, к сожалению, закрываются. И закрываются по многим причинам. Там, я не знаю, мод сырой, там все дорабатывают. Еще нужны там какие-то баги, лаги, там, я не знаю, статоры, фризы, там, все-все-все прочее. Много всего еще есть. Но факт в том, что вот серваки открываются. Они, казалось бы, только открылись, только начали всю свою деятельность. И вот уже там, я не знаю, месяцы не проработают и закрываются. Разумеется, это плохо. Потому что вот люди доверяют серверу. Они на него заходят, они думают, все, сервер-то классный. Потому что, вроде как, ютубер его открывает. Вроде как, все должно быть нормально. Но, если честно, я изначально на успех всего этого. Мне было, конечно, интересно посмотреть, что из всего этого выйдет. Что из всего этого вообще выльется. Как вообще вот этот вот человек, который еще до сих пор в школе даже учится. Что вообще будет дальше-то с ним? Вот с этим самым проектом. Как вообще, какие вообще будут, я не знаю, рекламные кампании проводить. Что вообще будет-то на этом проекте? И вот конкуренция среди вот этих вот GTA самп серверов андроидовских, она нужна. Потому что вот конкуренция, возможно, кто-то будет те обновления. Пооткрывают, блин, свои донат-машины. А потом игроки сидят, мучаются, не знают, где себе место вообще найти. Ну, что вы делаете-то в самом деле, блин? Кто-то будет такое обновление делать. Кто-то будет такое обновление делать. У кого-то рекламная политика такая, у кого-то другая. И вот, понимаете, из всего этого мы бы получали идеальные сервера. А когда там у Сантропе, я не знаю, там 585 серверов, на которых там, я не знаю, миллиарды онлайнов, вот это вот плохо. Это вообще пиздец. Потому что они такие, ну всё, у нас как бы большинство, у нас типа всё нормально. Зачем нам ещё стараться? И даже сейчас вы можете зайти в их официальную группу и увидеть, что, ну, когда было последний раз какое-то глобальное обновление. Непонятно. Абсолютно. Ну, то есть, ну, это странно. Это типа странно в самом деле. И вот, лично по моему опыту, как я могу сказать, как было в ситуации с Монсором, как было в ситуации... Монсор Мобайл. Как было в ситуации с тем же сам, допустим, я не знаю, Конфиденсом, да, от Данила Геррера, от моего величайшего друга. Ничем хорошим всё это, ну, не заканчивается. Возможно, что после того, как там, я не знаю, этот самый сервер доработаю, что-то там с ним сделаю, что-то там будет более-менее нормально. Его откроют, но типа игроки зайдут, таки, блядь, ну, чё-то не особо всё изменится. Чё-то тот же самый проект, чё-то, ну, не как, ну, чё-то, вот он открылся, но, блядь, открылся, лучше бы и не открывался вообще. Все на него забьют, онлайн значительно упадёт, и сервак опять-таки закроется. И вот, когда вы видите посты о том, что мы уходим на переработку, там, на доработку, на всё прочее, то это верный звоночек о том, что, скорее всего, сервер больше и не восстановится. Разумеется, мне жалко деньги людей, которые могли всё это задонатить. Я всегда говорил, что нужно поддерживать стартапы, вот, которые только открываются, но поддерживать их не столько рублём, сколько онлайном своим, сколько своим присутствием вообще, сколько своим участием в жизни данного проекта. А потом, когда ты будешь уверен в том, что сервер стабильный, что с сервером всё нормально, что в сервер, в самом деле, можно вкладывать какие-то деньги, которые тебе будут не жалко, то тогда да, тогда уже, разумеется, вот так вот. Поэтому всегда, когда речь идёт про Аризону Мобайл и вот про их мобильные сервера, про вот всё прочее, я всегда говорю, что, типа, ну, в самом деле, блядь, в самом деле, чуваки, типа, вот Аризону Мобайл, это же стабильность, это же хорошо, у них много серверов, у них много ютуберов, они закупают большое количество рекламы, они, ну, они много всего делают, они большой вклад выносят как раз-таки в такую здравую-здоровую конкуренцию. Да, у них тоже большой онлайн и, типа, ну, они всех ебут, можем так сказать, но в остальном-то, ну, типа, как-то вот что-то вот такое, я даже, в общем-то, и не знаю. Однако, ладно, я думаю, что на всём этом уже можно и закончить, я подозреваю, что вы меня уже поняли, мою всю позицию по поводу всех этих проектов, серверов и вот всего-всего прочего. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, заходите на Аризона, роли Плей Феникс по айпишнику в описании, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда тоже можете зайти, и со всей этой информацией, как бы, ну, более-менее в той или иной степени ознакомиться. Всем спасибо за просмотр, увидимся завтра тут же в 20.00, либо позже, либо раньше, либо там ещё когда-то мы увидимся, это не важно абсолютно. Ну да.